В бой пойдут одни компьютеры. Россия ведет разработки по 40 технологическим проектам для создания оружия будущего шестого технологического поколения. Подробнее об этом проекте, а также о чем еще пишут печатные издания, узнаем из обзора прессы. Россия разрабатывает оружие шестого поколения, пишет российская газета. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Ранее он заявил, что в будущем такой технологический уклад приведет к созданию вооружения и военной специальной техники, которая позволит перейти к новому типу бесконтактных войн. И в них боевых потерь не будет в принципе. Сейчас в армии используется в основном оружие третьего-четвертого поколения. Пустят в расход. Затратами с бюджета проследит специальная комиссия, сообщает российская газета. В ближайшее время кабинет министров прирастет новым властным органам – правительственной комиссией по повышению эффективности бюджетных расходов. Уже опубликован проект постановления премьер-министра Дмитрия Медведева о создании такого органа, а также проект положения об этой комиссии, который регламентирует ее деятельность. Вновь создаваемый орган сможет урезать финансирование существующих госпрограмм или отменять их вовсе. Комиссия будет готовить и контролировать реализацию предложений по оптимизации расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов и направлять высвободившиеся бюджетные деньги для финансирования приоритетных направлений. Нарушители отправят подметать улицы. Несмотря на введение всевозможных ограничений и запретов, показатели смертности от употребления алкоголя в регионе существенно выросли, сообщает МК в Саратове. По данным Роспотребнадзора, в первом полугодии 2014-го смертей от спирсосодержащих продуктов насчитали 288, а в прошлом году за тот же период 239 летальных исходов. И причиной смертей все чаще становится количество выпитого, а не качество. Одним из эффективных механизмов в борьбе с пьянством, по мнению полицейских, было бы наказание, связанное с общественными работами. Подметание улиц и мотивополов в учреждениях. Занятие унизительное, считают правоохранительные органы. Война на Украине раскалывает семьи, пишет все тот же источник. Есть много семей, благополучие которых было взорвано Майданом. Когда произошло восстание Крыма, сообщает корреспондент газеты МК в Саратове, отец-инженер вынес во двор все книги русских классиков Пушкина, Толстого, Достоевского и сжег их в бессильной ярости. Мама, частный предприниматель, подала на развод. Интересные факты жизни звезд российской эстрады узнаем из еженедельника теленеделя. Алена Апина. Денег катастрофически не хватало, а тут 10 рублей за концерт. Так и пошла петь в комбинацию. Откровенное интервью певицы накануне юбилея читайте в свежем номере. А также, ты не худая, но удачно в вечи вписываешься, говорит муж Юли Куварзиной. Актриса рассказала теленеделя о своих непростых отношениях с одеждой.